Своих в беде не бросаем. Граждане Юго-Востока Украины ищут убежище в Краснодарском крае. Каждый день в краевую миграционную службу обращается около 200 человек из этого региона. Отчего бегут люди, что их ждет на Кубани в материале Полины Каратенк. Девятилетняя Лера Коровкина выгуливает кота и знакомится с окрестностями своего нового дома. Старого, возможно, уже и нет. Он остался в Луганской области в зоне вооруженного конфликта. Неделю назад вместе с мамой ей удалось перебраться в Лобинск. Здесь у Леры уже появились новые друзья. Кролики, щенки, цыплята. В родном городе она думала совершенно о другом. В 4 утра я проспалась и плакала, потому что слышала, как стреляли там на улице. Хлеба у нас уже почти что нет. Молока, всякие молочные продукты уже нет. Теперь у Леры молока хоть отбавляй. Кров, пищу и поддержку подарила семья Сергеевич из Лобинска. Эти люди не родственники и даже не друзья. Мама Леры познакомилась с ними в социальных сетях. Мы сами в свое время жили тоже на Украине. И мой дедушка, он погиб на Днепре, защищая Украину. И как же мы могли бросить детей? Как бы ни было, я думаю, что нам нужно всем вместе помогать друг другу. Новости, которые показывают у нас на Украине, здесь я смотрела в России, совсем противоположность. У нас новости говорят, что это все российская армия, Россия впустила свои войска на Украину, что они расстреливают наших мирных жителей. На самом деле нет, это нацвардия наша украинская. От стрельбы и бомбежек бежали и эти 17 человек. Среди детей. Их автобус в станице Динской на пути из Луганска в Сочи. Местные жители тут же вызвали МЧС. Автобус отправили в ремонт, людей разместили в спорткомплексе. Оказали нам помощь такую, неожиданно для нас, большую. Спасибо! Большое спасибо! Страницы социальных сетей и форумов пестрят предложениями от жителей края. Люди безвозмездно предлагают украинцам жилье, продовольствие, работу. По данным управления Федеральной миграционной службы края, каждый день к ним поступает обращение примерно от 200 граждан Украины. Каждому из них нужно встать на учет и оформить свой правовой статус в России. Указание дано всем начальникам территориальных подразделений. Исключить формальный подход и относиться к каждому гражданину Украины, как бы индивидуальный подход. Полностью рассматривать с разных сторон и смотреть, каким образом лучше помочь. Пока россияне принимают беженцев из Украины, покинуть территорию конфликта становится сложнее. Власти закрыли 8 пунктов пропуска на границе с Россией. Из Луганской области, например, нельзя уехать через Северный, Червонопартизанск, Должанский и еще 4 пункта. А Донецкую область теперь нельзя покинуть через Мариновку. Хорош стрелять здесь мирные жители! Помощь россиян – единственная надежда жителей Луганской и Донецкой областей. Оказать гуманитарную поддержку нуждающимся на международном уровне пока не предоставляется возможным. Некоторые страны, члены Совета безопасности ООН, по-прежнему блокируют усилия нашей страны по стабилизации обстановки на востоке Украины.